Ну что, народ, вам не кажется, что россияне хотят, чтобы тут в Украине с осмеху поперемирали, раз уж у них с наступлением ничего не получается. Слышали, арестован генерал армии, по-моему, генерал-майор Иван Попов. Он тут на Запорожье воевал против нас. Позывной «Спартак» называл своих этих утырков гладиаторами. Не помните аудиоперехват там выложил, Грулев его? Ну, не аудиоперехват, а просто аудиофайл. Прошлое месяца в 10 назад, что он говорил, меня в течение светового дня уволили, потому что я рассказал начальству о том, что у нас нет контрбатарейной борьбы. Ну, вот такие вот какие-то вещи. Типа, ребята, я как в том, что вы, братцы, я же за вас потерял в атаке глаз. Послушайте, я когда я сейчас посмотрел на ютубе, 24 апреля 2024 года запись была, называется «Все будет» или «Все дадут», «Все дадут» или «Все будет». Что-то так, не помню как конкретно. И там как раз сказали о том, что арестовали Тимура Иванова, заместителя Шойгу. И я сказал, что, ребята, это начинается схватка бульдогов под ковром. То есть сейчас будут из этого ковра только окровавленные головы вываливаться. Крысы начинают грызть и есть друг друга. Блин, и тут ты представляешь, там же второго заместителя Шойгу арестовали. Потом убрали самого Шойгу, на его место поставили бухгалтера Бессеребреника, который продал всю эту виллу за 600 тысяч евро представителю вассада, как оказалось. Да, почту вскрыли, не видели, не интересовались Белоусова. На каждого Бессеребреника найдутся свои 30 серебреников. Ну, пользуйтесь, мой афоризм. Да, и вот теперь, по-моему, они там гладиаторы, они, по-моему, там себе набирают команды для гладиаторских боев. То есть получится Тимур Иванов и Иван Попов. Снова на арене цирка, блядь. Серьезно. Кто-то Попов клоунов был, по-моему, да? Олег Попов. Ну, точно клоунов был. Тот генерал-майор, а тот с генеральской звездой. Но на самом деле не генерал. Да, ребятки. Все веселее и веселее. А по картам, видели, да? Я настолько уже не переживаю за Харьков, что я только сейчас себе подловил на мысли. Я не смотрел карту. Вот только сейчас, только буквально посмотрел. А до этого, как бы, даже и не интересовался, что там движутся россияне, не движутся. Потому что я знаю, что это пшик. Я на второй день сказал, что это пшик, это наступление, которое не закончится ничем, кроме как горой российских трупов. Ну, так оно и есть. В общем, харьковчане не переживайте. Я так вижу, что их даже елипцы они не возьмут. Кишка у них тонка. И с мозгами не особо. В общем, все будет Украина. Не переймайтесь. Тимур Иванов, Иван Попов. Гладиаторские бои. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова